Добрый день, сейчас мы сделаем пакет Tracer 10.7.6. Здесь мы будем бэкапить и обновлять Cisco IOS, образ системы, с помощью TFTP сервера. Давайте начнем. Первым делом откроем TFTP сервер. Здесь сервисы, TFTP и включаем TFTP. Также можно посмотреть, какие тут есть файлы. Вот куча образов тут. Отлично. Теперь давайте приступать. Первым делом открываем R2. Enable. И давайте сразу скопируем файл. Copy TFTP Flash. То есть с TFTP сервера в Flash память. IP адрес указываем TFTP сервера. И файл, который мы хотим скопировать на компьютер. Отлично, подтверждаем. И ждем, пока у нас скопируется файл. Ждем, ждем. Вот он загружается. Загружается, загружается. Все, загрузился. Отлично. Можно прописать show Flash. Поискать там этот файл. Я это пропущу. Вы можете это сделать. Так, теперь нам нужно сделать boot system, flash и указать файл, с которого загружать систему. Это мы делаем в conf.t, заходим в конфигурацию и вставляем тут этот файл. То есть мы указываем, что в системе нужно загружаться с этого файла. End. И теперь мы делаем reload. Видим, у нас здесь пишет, что у нас есть несохраненная конфигурация. Сохраняем ее. Yes. Иначе у нас вот этот boot не сохранится. И подтверждаем перезагрузку. Сейчас у нас перезагрузится система. И мы увидим, что у нас она загрузилась с этого файла. Еще перед этим нужно было приписать show version, чтобы посмотреть, как была версия до этого. Ну, ладно. Enable. Вставляем show version команду. И смотрим, что у нас system image file. Так. Не обновился. А почему он не обновился? Это же он должен был обновиться, правильно? Так. System image file. Вот такой должен быть. А у нас он не обновился. А, нет. Стоп. Обновился. Вот. Тут просто оно обрезает. Я не заметил, что это одинаково. Вот. Flash universal m4a. Вот он. Тот, что мы загрузили как раз. Отлично. Это мы настроили R2. Теперь давайте обновим также систему на S1. Enable. Configure terminal. Стоп. Не нужно configure terminal. Скопируем опять-таки теперь сюда. Copy tftp flash. С сервера в flash память. Вставляем команду. Опять вводим IP адрес удаленного сервера. Вставляем. Имя файла. Вот оно. Копируем это имя файла. Вводим. И подтверждаем. Ждем, пока у нас загрузится файл. Все. Теперь можно сделать ту же команду. Boot. Перезагрузить S1, чтобы у нас загрузилось. Сделайте это. Я это пропущу, так как мы это сделали на R1. Делается точно так же. Дальше. Открываем R1. Точнее, на R2 мы это делали. Enable. Что нам нужно на R1 сделать? С R1 нам нужно, наоборот, забокапить систему. Образ системы. Для этого мы из flash копируем в tftp. Копируем команду. Paste. Copy. Flash. tftp. Какой файл мы копируем? Выбираем файл, который копируем. Вставляем. Все. Вот этот файл мы будем загружать на tftp сервер. Теперь указываем, куда мы будем загружать этот файл. IP адреса. tftp сервера. И подтверждаем. Все. У нас сейчас будет долго копироваться. Давайте ждать. Ждем, ждем, ждем. Оно будет долго копироваться. В зависимости от того, насколько у вас ПК быстрый, оно будет вот с такой скоростью копироваться. Наконец-то у нас копировал этот файл. И теперь у нас мы видим выполнение 100%. И файл, который мы копировали. Вот он настолько долго копировался. Это ISR 430, Universal и так далее. Мы можем посмотреть на tftp сервере. Ищем его. ISR 430. Вот он. Вот этот файл. Хорошо. На этом все. Мы разобрались как бы капить и обновлять систему. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok